доброе утро димит уже у нас телефоне тачка на месте за окном город перм 59 регион такой пейзаж детский сад двор вот они тачки местные лады тёма уже делит деньги с продажи тачки в перми ветрено и улица нефтяников как теперь мы идем на машине такая функция здесь не надо кнопочку нажимать просто так руку подносишь там сенсор срабатывает все че тут у нас под капотом все на месте все на месте ветрища конечно просто жесть задувает уровень как вкопанный стоит сегодня солнечное утро воскресное в перми ну как утро уже 11 20 почти день трамвайчики современные катаются здесь всем пермякам передаем огромный привет найдем я люблю металл я видел такие значки я люблю москву я люблю там держинку я люблю новосибирск но я люблю металл ни разу заехали на заправку какую-то 92 42 50 правда его нету 95 46 50 для местного региона это недорого удобно вот через навигатор оплачивать заправляться вообще офигенно он считайте 95 не заправили по цене 2 2 еще скидка в этом навигаторе то есть нормально видите здесь тоже 105 49 с копейками где-то 50 рублей стоит при том что смотрите здесь рядом нефтезавод лукойл смотри дем какой огромный нефтезавод и на лукойле здесь должны бесплатно топливо раздавать ё-моё почти полтинник цена бензина за литр видимо та заправка где заправлялся видимо чё-то где-то с черного входа с черного выхода точнее вывозят бензинчик и там продают термоотработка такой широкомасштабный завод я видел в нижнем новгороде еще завод лукойл стоит в туапсе видел роснефть завод хороших хватает у нас заводов на кунгур мы сейчас уходим вот здесь вот и все нормально у нас от перми до новосиба насколько помню на память 2000 километров мы еще меньше половины проехали если честно уже завтра сыну в школу надо каникулы заканчиваются но я решил не торопиться можно было успеть но прям мало спать прям быстрее и быстрее торопиться я думаю один день ничего страшного если там прогуляется но зато как бы автопробег не получился как я хотел пораньше купить машину и в городах маленько хотя бы какую-то культурную программу там организовать да ну и спешите совсем совсем уж голубом для не охота так что сегодня мы доезжаем либо до тюмени там мы будем рано в принципе часов через 10 может быть дальше просто в тюмени есть переночевать нормальный отель можно забронировать поспать а дальше где-то в аббатском или в этом не бердюшка как галышмановская вот это кольцо в общем где-то по трассе ловить удачи это одно а когда ты забронировал приехал на адрес переночевал это совсем другое вроде выезжаем из перми знак а первым все выезжаем из все первым идем скажи первым до свидания первым до свидания я не хочу тебя я не хочу тебя терять да потому что кому чё вчера ехали надеюсь втором расход побольше был ну и как бы с нами парень ехал такой крупненький минимум 100 весит может еще из-за этого но расход побольше вот 8 литров в районе 8 8 и 2 почти на литр больше сейчас вот 5 залили посмотрим скинуть вот 22 тысячи здесь металл при прием цена такая я люблю металл это там металлоприемка тоже рядом а вот смотрите магните как сколько целая стоянка вот это база у них получается здесь перми смотрите одни магнит 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 фуру просто и не знаю чтобы 30 50 все на юбур пошла дорога это первая автомагистраль у нас на пути зеленого цвета видите на зеленом фоне знаки начинаются здесь можно поливать 110 ну а не штрафуемый интервал если учитывать то 130 я вам смотри чё везут танки что ли какие-то что только не возят у нас по дорогам да солнечная погода это конечно красиво и все красиво смотрится но ехать приятнее конечно в пасмурную без осадков но просто в пасмурную погоду между прочим трасса перми катинбург это же урал получается ну конечно она не как южный урал не такая жесткая но урал если вы на южном урале уфа челябинске останавливался уже показывал вам стеллу когда на сузуки допустим ехал стеллу ехать где европа и азия то есть где кончается европа начинается азия то вот по этой трассе я сколько ездил несколько раз здесь был не замечал где она не знаю где она стоит может сейчас я увижу идет активное строительство вот дороги но не активное масштабное так скажем в сторону екб я думаю здесь вот эту автомагистраль хотят продлить до талого прям до конца края сначала песок насыпают подушку потом щебень потом только асфальт здесь же еще дорога состоит вот она начинается уральская красота ну и движение конечно плотненькое обогнать практически нереально едем 80 а он гаишинки стоят поймали кауды из кифтера а а а ну и ну и шахара востоком камер блюд и мои на 30 километров час уже камера это большая редкость река иргина что-то встречки давненько нет наверно где-то ремонт сейчас будет есть такая примета если долго встречки нету дальше где-то сейчас стоять бы а вот и свердловская область у нас очицкий район по-прежнему красивая осенняя природа трафик достаточно плотный но бригадиров особо ну не мне нет таких знаете которые там 40 километров в час едут принципе 80 едет поток так иногда по возможности обгоняем все-таки тут урал намного проще намного приятнее мягче так скажу чем южный урал в челябинск там-то ты заезжаешь и сколько-то сколько 400 километров там получается едешь шесть часов но так с потоком инспектора бдят он первым а первую машину встречаю перегонщика из москвы hyundai matrix сзади едет а так вообще то есть перегонов вообще не видно то есть ну тут как раньше в основном все конечно через челябинск едут после решима будет видно как бы ситуация в сибирь едут не едут машинки сейчас ну вот на московском регионе первый раз прям прям видно перегонщик как говорится рыбак рыбака видят издалека по стилю вождения ну и папа ларию по региону на номере вот он пошел 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 я же говорю перегонщик блин там ё-моё она не успевает да тут уже и мы успевает не менее но можно было рисовать просто лишь легковая едет был бы грузовик я бы обогнал а легковая мало ли с какой на скоростью грузовик едет 90 едет а легковая может 90 может 140 ехать вот у нас и светофорчик 1 на урале час сей встретимся на этом светофоре кто кого обгонял кто кого не обгонял все сейчас здесь и встанем поворотик у нас получается на тюж инспектора стоят ну то есть вот с видеокамеры все которая 50 крата увеличивает снимают то есть тут работа конкретно идет это вам не дальний восток где можно хоть боком катиться здесь с видеокамерами ребята конкурирующие каналы тоже видеоблогеры трансферскую пленые все и трансферс субари конечно валит вообще блин нет ну вот так на вален 110 не болит 110 больше не ехал но только нажмешь он прям вдавливает 2 и 5 это есть 2 и 5 расход сейчас показывает 7 и 6 но очень много толкаемся 80 километров в час перед кировом мы ехали такой расход был на 110 ну там как бы мало обгонов было не знаю как-то расход под вырос все равно есть такое ощущение может что бензин какой-то не такой надеюсь что если честно всегда так и даже даже с москвы когда едешь после урала всегда на литр почему-то то ли роза ветров то ли чё всегда на литр вырастает то ли средняя скорость вырастает неизвестно подтягиваемся уже к екату вот широкая дорожка началась навигатор ведет через город но как бы сегодня воскресенье может и можно но что у меня воспоминания какие-то я там толкался по этим пробкам светофором как бы поехать по екаду все-таки думаю в объезд и кстати вот конкурируют же между собой екатеринбург новосибирск и казань за звание третьего города по величине но очень подвижухи по всей стране после москвы и питера и вот в екатеринбурге что мне нравится там есть екат вот мне кажется в новосибии был баба кольцевая дорога прям отлично но там как бы 9 делается северный объезд на что-то так медленно полностью вокруг города это же круто когда кольцевая дорога вокруг города есть это признак признак значит большого мегаполиса где с как-то это структурировано разве только транспортное сообщение опачки вот мы и приехали горизонт просто начинается да начинается все рассасываться вот такие караваны вот и идут поток постоянно идет 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 и даже тут и обгонять нет смысла это у нас екатеринбург сэлфи зона схема движения транспорта транзитного мимо екатеринбурга именно здесь екатеринбурге находится экватор нашего перегона из 3 300 нам еще где-то 1000 1700 наверно вот так остается я пошел на разведку там посмотреть что какие животные в лесу водятся нет какие вблизи эти буквы железная все на века поехали 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 мы в екатеринбурге значит по объездной по которой покороче это вроде как тоже объездная мы здесь через сам город но и сильно красных участков здесь нету поэтому я думаю так и будем прорываться в екатеринбурге сразу тачки здесь в мэрс гл е еще мэрс какой-то еще бл е нам за ним еще что-то мощное точилы сразу такие свежие крутые камер много здесь на полосы тоже камеры есть элементная курс здесь конечно нету но посмотрю на же свежую прессу журнальчик дальнобойщик клуб братишка 160 тысяч участников такая пресса для боль для дальнобойщик приколюхи от кирюхи мама я влюбился истории жизни есть еще приколюхи от кирюхи но объявления всякие еще истории жизни еще приколюхи от кирюхи конкурс подруга братишки смотрите вот сканвордик анекдот идем сейчас будешь анекдоты читать поедем идем ну как тебе пельменная понравилась где мы пельмени не ели ну так что-то было пересолено то ли тевтели то ли подлив непонятно и и так полухолодная непонятно половина холодно было горячего но народу здесь вообще почему-то нет это вот здесь на красный маяк поворотик на тюмень идем торможнулись рейсер зато красивый но народу здесь что-то вообще никто не останавливается уже просто уже надоело голодать ждать там где это где много фур будет вот такие места вот значит там обгон у нас запрещен я не знаю чё-то 4 ребята стоят так уже темнеет заезжаем богданович здесь что-то пробка везде нарисована никого нет проехали уже что бензинчик у нас 47 50 стоит 95 на газпроме еще там рубль получается с литра нормально вообще вот богданович небольшой городок пятиэтажки он даже какая-то новостройка есть вот чертова колесо есть пятерочка все нормально и самое главное здесь еще и пробки бывают достаточно неприятно есть такое место на трассе на вот этой екатеринбург-тюмень не но такое самое пробочное здесь и гаишники стоят что такое здесь не бывает о еще на москвичах тачка skoda но не очень популярна в сибири даже не знаю перегон не перегон очередной ремонтик и прям мы под зеленую спели мост ремонтирует что ли да реально мост ремонтируется то есть работы кипят здесь вот работают сварщики там еще ребята с тележкой он прораб ходит здесь получается тоже с асфальтом работает сразу укладка идет ну то есть по полная бригада работает а не так что раскопали и все там один сторож ходит только всем проезд загораживает и все офигеть у нас юбилей 300 тысяч километров и три блин прозевал промолгал проболтали в этом мы приедем у нее будет 301 с половиной тысячи примерно ну вот уже и тюменская область но это тюмене 34 километра и шим 330 тюмене хотим значит остановиться переночевать или завтра уже финальный спрут до новосиба тут чё у нас пост не просто это весовой контроль кажись ой первый светофор уже тюменский нифига себе в тюмени здесь я уже расстроилась все такие кварталы целые здесь раньше вообще поля были сейчас он по красоте вообще новостроечки с подсветкой там с тротуарчиками совсем димит как тесть умение вот все теперь вот официально мы в тюмени 60 км ч ставим круиз на 75 и осталось до отеля всего три километра но здесь практически вообще по пути вот наш райончик тюмени тут буквально вот три метра от трассы отъехали здесь отель